Если вы хотите придать участку неповторимый колорит, то посадите мальву, которая отлично подается выращиванию из семян в домашних условиях. Это неприхотливое растение, которое также именуется шток-розой. Разводят мальву, шток-розу семенами. Их высевают двумя способами – рассадой и прямым внесением в почву. При соблюдении технологии мальва порадует цветением уже через несколько месяцев. Как определить время посева мальвы? Чтобы вырастить однолетнюю шток-розу, посев проводят с конца февраля до середины марта. Не стоит опасаться похолодания, мальва снижения температуры не боится. Семена двулетника в грядку высевают в период с апреля до конца мая. Подзимнее высевание проводят осенью, в октябре. Во избежание гибели семян посев проводят в октябре. С весенним потеплением посеянные в канун зимы семена прорастают. Внимание! От сроков посева зависит цветение шток-розы. Выращенные в домашних условиях из рассада кусты порадуют глаз уже в сентябре. Растения, которые были высажены в грунт в мае, выбросят цветоносы на следующий год. Как подготовить семена мальвы к посеву, чтобы повысить всхожесть? Выращивание из семян в домашних условиях требует предварительной подготовки посадочного материала. Приобретенные в магазине или отделенные от семянок круглые семена помещают в теплую воду 45. Сы оставляют на 12 часов. Семечки покрыты жесткой кожистой оболочкой, которая смягчается при замачивании. Эта манипуляция сокращает период прорастания семян мальвы. На заметку. При выращивании целесообразно использовать растворы стимуляторов роста эпина, энергена и фитоспорина. Вещества ускоряют развитие семян, способствуют лучшему укоренению рассады при пикировке, укрепляют иммунитет и защищают от заболеваний. Для приготовления рабочего раствора при замачивании цветочных семян 4 капли эпина растворяют в 100 мл воды и оставляют на 18-20 часов. Также посевной материал обрабатывают растворенные в воде залой, содой, марганцовкой, перекисью водорода и другими обеззараживающими средствами. Когда сеять мальву на рассаду в 2021 по лунному календарю. Правильно делают цветоводы, которые при выращивании в домашних условиях сверяют сроки посева культур с датами, указанными в лунном календаре. Энергетика подходящих, неподходящих дней влияет на всхожесть. Развитие всходов шток розы. Культивируют мальву на территории России, в Украине и Узбекистане. Как лекарственное, кормовое и декоративное растение мальву взращивают в районах с теплым и холодным климатом, а также в средней полосе. Средние широты на территории средней полосы в открытый грунт шток розы сажают весной и осенью. Чтобы сохранить цветы, их укрывают в теплице, помещают в погреб или в холодное хранилище. Эти мероприятия помогут мальве благополучно перенести морозы. Южные области, учитывая холодостойкие характеристики цветка, в зимние месяцы его оставляют зимовать на грядке. В октябре-ноябре у основания укладывают мульчирующий слой. Этого достаточно для культур, произрастающих на теплых территориях. Север жителям региона приходится отказываться от выращивания мальвы. В суровом северном климате она утрачивает зимостойкость. Но некоторые виды приспосабливаются и растут в условиях холода при наличии дополнительного укрытия и утепления. Можно использовать лапник, спонбонд, пленку или агроволокно. Указанные меры уберегут мальву и помогут пережить стужу. Посадка мальвы семенами пошагово при выращивании в домашних условиях рассадным способом готовят емкость, контейнер, лоток, пластиковые стаканчики, и наполняют ее питательной почвосмесью. Добавляют универсальный цветочный субстрат, песок, средство вермикулит. Можно использовать смесь кокосового субстрата, органики, заготовленной с осени перегной, золы или сажать в торфяные горшочки. Семена мальвы крупные, распределять их по поверхности почвы нетрудно. Содержимое емкости выравнивают и слегка уплотняют. Это делается для того, чтобы в земле не было пустот, и семечки не упали глубже, чем положено. Далее пошагово проводят посев, землю прогревают и дезинфицируют. Обильно увлажняют с помощью распылителя. Вода должна быть теплой, так семечка прорастет быстрее. Посевной материал мальвы раскладывают на поверхности почвы, слегка нажимая пальцами. Семечки нуждаются в более глубокой заделке, 1,5-2 см. Семена засыпают сверху слоем почвенной смеси, накрывают крышкой или пленкой для того, чтобы создать в лотке микроклимат и эффект парника. Помещают в теплое светлое место с оптимальной температурой 20-23С, оставляют для проращивания. Если воздух в помещении прогрет до 18-22С, для прорастания в домашних условиях понадобится около двух недель. В прохладной квартире лотки поливают горячей водой, затем укрывают плотным холстом или одеялом и держат до момента проклевывания семян. Есть и другие способы выращивания семян мальвы в домашних условиях. Сообразительные цветоводы придумали альтернативный прием. Его особенность состоит в проращивании семечек не в грунте, а на влажной губке беспочвенной среды. Через некоторое время семена, у которых появились зачатки корешков, помещают в горшок. Ставят в теплое темное место и укутывают. Непроросшие экземпляры выбрасывают. Так простейший прием позволяет избавиться от нежизнеспособных пустых семян. В грунтовую смесь размещают только те экземпляры, которые раскрылись и образовали корешок. Посевы мальвы располагают на батарее, что позволяет получить сеянцы в короткие сроки. Особенность. Растения сажают группами, поэтому есть смысл выкладывать семена в баночку или стаканчик по 3-5 штук. А потом просто переваливать их с землей, не травмируя нитевидные корешки. Как ухаживать за рассадой мальвы, какие хитрости. Опытные садоводы-любители готовы поделиться секретами по уходу за мальвой и ее сеянцами в домашних условиях. Семена мальвы взошли, что делать дальше? По истечении недели после высевания дисковидные семена мальвы наклевываются и прорастают. Сейчас они нуждаются в солнечном свете, дополнительном подсвечивании лампой, поливе и соблюдении температурного режима, от 20 до 23. За полтора месяца сеянцы окрепнут и подрастут. Следующий важный момент при выращивании шток розы в домашних условиях – пикировка. К ней приступают при появлении двух настоящих листов. Спешка при высаживании саженцев мальвы на постоянное место не нужна. Ее могут повредить возвратные морозы. Чем подкормить рассаду цветов? Распикированные декоративные растения подкармливают после того, как они окрепнут, иначе можно навредить. Приступить к подкармливанию кустиков желательно не ранее, чем через неделю. При плодородном грунте, заправленном питательными веществами, мальву достаточно подкормить один раз комплексным минеральным удобрением по инструкции. Повторная подкормка мальвы проводится в период подготовки к цветению. Заметив цветоносы, примерно в июне, вносят калийно-фосфорное удобрение. Правила пикировки растений дождавшись установившегося тепла, можно приступать к пикированию. Если сеянцы мальвы росли в индивидуальной таре или кассете, их переваливают с комом земли, практически не травмируя корень. Если же саженцы выращивали в общем лотке, почву сначала увлажняют, чтобы не повредить корень. Далее все делают пошагово в соответствии с мини-инструкцией, переворачивают емкость, аккуратно вынимают рассаду и предельно осторожно отделяют сеянцы друг от друга. Случайно оторвавшийся кусочек корня большого урона не нанесет. Клетки корневой системы активизируются, и корень станет мощнее. В земле на территории грядки проделывают углубления, в которые кладут сформировавшиеся розетки мальвы. Землю вокруг растений прижимают и мульчируют перепревшими опилками, соломой, сеном, перегноем и т.д. Производят полив и оставляют. Дальнейший уход за мальвами состоит в регулярных прополках и рыхлениях. Можно ли сразу сеять семена в открытый грунт? Посадка семян мальвы в открытый грунт избавляет от возни с сеянцами. Если не хочется увидеть цветы в этом году, то посев рассады можно проигнорировать. Применяя безрассадный способ, посевной материал вносят в открытый грунт. Делают это не раньше, чем в мае-июне. Позже формируются розетки листьев, они растут и зеленеют все лето до наступления зимы. Но пышные качалки соцветия мальвы распускаются только на следующий год. Этот способ имеет одно преимущество, цветоносы получаются богатыми и роскошными. Чтобы однолетняя мальва выбросила цвет к лету первого года, вносить семена прямо в грядку не имеет смысла, земля не готова. Семена не взойдут. Для этого есть рассадный способ выращивания в домашних условиях. Судя по наблюдениям цветоводов, при выращивании в домашних условиях рассадным способом, весенней посадки, растение формирует один, не очень пышный цветонос. Поэтому летняя посадка для любителей прекрасной мальвы более предпочтительна, да и стеблей на растении будет больше. Сеять шток розу в грядку можно под зиму. Семена находятся под снегом до наступления весны. Посадка осенью имеет несколько преимуществ, простота, раннее летнее цветение. Внесение семян в почву сопровождается дальнейшим мульчированием. Особенности ухода состоят в накрывании банками для защиты от морозов и меры против загнивания в пору отепели. Когда высаживать рассаду в открытый грунт. В открытый грунт однолетнюю мальву перемещают в середине мая, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. Но и похолодание молодым кустикам не страшны, многолетник относится к холодостойким культурам. Время для высаживания наступает в августе-сентябре. Где лучше посадить цветы, живописные цветы хорошо растут на клумбах, прекрасно смотрятся в качестве живой изгороди. На грядки их сажают преимущественно группами. Не подходят мальвам открытые для ветров гряды. Высокорослым стеблям нужны опоры. Они требуют подвязывания, иначе при порывах ветра могут сломаться. Хорошо, если есть возможность зафиксировать мальвы на колиях. В идеале мальвы сажают на участке вдоль ограждений. Забор выполняет функцию два в одном, определяет территорию и используется как шпалера для высоких мальв. Есть мнение, что возле металлического ограждения мальвам находиться противопоказано из-за поражения ржавчиной. Но это миф, нижнюю сторону листьев оккупирует грипп-возбудитель заболевания. Как ухаживать за мальвой в открытом грунте, когда у мальв, находящихся в домашних условиях в контейнере. Образовались три листа, их следует прорядить соцтупами в двух-трех сантиметрах. Подросшие укрепившиеся розетки постепенно приучают к другим условиям. Закаливают саженцы мальвы на улице в течение нескольких часов. Переносить кустики на постоянное место следует с мая по июнь, располагая группы саженцев на расстоянии от 25 до 50 сантиметров. Междурядь эмульчируют, регулярно увлажняют. Поливы сопровождаются рыхлением и удалением сорняков. В период бутонизации и мальвы подкармливают комплексными удобрениями с преобладанием азота. Ради интенсивного цветения засовшие бутоны удаляют. Обратите внимание. Мальву, которая росла год, можно превратить в многолетник. Для этого после цветения срезают все цветоносы. Какие условия нужны в открытом грунте земля на участке должна быть рыхлой, легкой и плодородной, с примесью песка. Глинистая структура для роста мальвы не подходит. Если земля истощенная, ее обогащают перед высадкой или мульчируют перепревшим навозом. На грядках не должно быть низин и углублений, в которых обычно скапливается и застаивается вода. Она губительно действует на растения. Светолюбивая мальва мирится с тенью, но лепестки могут утратить яркость. Хорошо, если делянка недоступна ветрам и сквозняку. Как поливать растения в жаркую погоду цветок чувствует себя нормально. Поливают его не очень часто, но обильно. Это лучше делать рано утром или вечером, используя прогретую на солнце воду. Не стоит заливать молодые ростки, они не любят переизбытка влаги. В сухую жаркую погоду цветущим мальвам требуются обильные поливы. Нужно помнить, что переувлажнения нежелательны, застой воды губителен для шток розы. Прополки, рыхления – это минимум, который потребуется мальве. Особенности подкормки цветов красота и роскошный вид мальвы зависит от достаточного количества полезных веществ в почве. Действие азотсодержащих удобрений сказывается на интенсивности роста мальвы, ее развитии и устойчивости к болезням. Для формирования полноценных бутонов и обильного цветения мальвам требуется комплексное удобрение. Дополнительно мальвы нужно подкормить слабыми растворами калия и фосфора. Слабые растворы элементов применяют с начала лета и обрабатывают раз в 3-4 недели. Интересные факты – еще с давних времен этому цветку приписывали магические свойства. Поэтому ее сажали у ворот, близ колодца, возле плетня. Предки верили в то, что она охраняет подворье, жилище и людей в нем. Мальва, близкая родственница целебного алтея, который лечит кашель, воспаление, убирает боль, применяется для вывода камней из почек. Несколько десятилетий назад дети, играя во дворе, срывали зеленые бутоны со стеблей мальвы и жевали их. Ученые давно доказали, что шток роза обладает высокими кормовыми качествами. В мальве белка больше, чем в сое. Ответы на частые вопросы, почему всходы недружные, часть семян взошла, другая продолжает всходить. Дело в плохо подготовленной грунтосмеси. Ее требовалось пропарить, а семена замочить. Помимо этого, саженцы нуждаются в тепле. Почему саженцы никнут и падают? Происходит это из-за загущенности. Молодые ростки борются за место под солнцем, или лампой. Устраняют причину прореживанием, но стебельки не вырывают, а прищипывают на уровне почвы. Почему ростки вытягиваются? Они истончаются, клонятся в стороны. Причина, недостаточно хорошее освещение, слишком теплое помещение и переувлажнение почвы. Чтобы исправить ситуацию, рассаду переводят в режим нечастых поливов, один раз в 3-4 дня, и следят за тем, чтобы вода была теплой, от 18 до 20 градусов. Почему сеянцы мальвы вянут и гибнут? Из-за сухости почвы они получают мало влаги. Увидание начинается с нижней пары листьев. Их скручивание свидетельствует о наличии спор грибка или вредителей. Главное, заметить непорядок, вовремя устранить причину и обеспечить цветам правильный уход. А они отблагодарят красотой, приятной глазу. Заключение одним из цветов, использующихся для озеленения оград, заборов и лоджи является мальва. Выращивание из семян в домашних условиях позволяет получить цветущие кусты уже к середине лета. Выращивание рассады не слишком сложное, но требует внимательности.